доброго времени суток дорогие мои рукодельницы и сегодня я хочу с вами поделиться вот такой красотой показать вам один из многочисленных способов как вышить пион как вы уже обратили внимание по моим намеченным линиям то это у меня тоже будет прихватка а почему бы такую красоту не использовать просто для декора на вашей кухне чтобы вот такая красота поднимала вам настроение и так давайте посмотрим что же нам сегодня понадобится для работы ну прежде всего конечно ткань это вот моя заготовочка дальше нам потребуется лента белого цвета шириной 5 сантиметров нам потребуется лента белого же цвета шириной два с половиной сантиметра я беру белую ленту почему потому что с помощью тонировки я могу изменить цвет моего цветочка на любой какой мне захочется еще я приготовила ленточки зеленого цвета ну как всегда я использую ленточки двух оттенков и сегодня не исключение ленточки 6 миллиметров у меня зеленого цвета вот темного и посветлее и для листочков я тоже приготовила ленточки двух оттенков темного и более светлого цвета шириной 25 миллиметров ну и конечно же нам потребуются иголки зажигалка сегодня нам еще потребуется свеча ну и конечно то чем вы будете на ткань наносить ну вот такую схемку я сегодня снова использую портновский мелок кусочек вот такой вот остренький потому что ткань у меня ну она более темная и допустим что-то другое не совсем будет видно можно если нет мелка можно воспользоваться кусочком мыла тоже будет хорошо видно на темной ткани и итак давайте же начнем с чего же мы начнем но прежде всего чтобы в дальнейшем уже начать вышивать цветок и не отвлекаться давайте заготовим листочки листочки для вот для вот этого внешней части нашего цветочка здесь отдельные листочки и поэтому мы их сейчас заготовим что же как же их нужно делать берем ленточку шириной пять сантиметров у меня она уже заканчивается немножко помятая но ничего страшного листочки же они бывают с такими с машинками поэтому я не стала ее разглаживать а использую так как вот она есть складываем ленточку пополам и теперь нам нужно вырезать лепесточек ну вот в форме в форме сердечка ну высотой где-то примерно 5-6 сантиметров вот такой листочек и таких листочков но нам понадобится где-то 15 может 16 тут зависит от того какой вы будете вышивать цветочек если цветочек покрупнее значит и листочков конечно понадобится ну чуть больше если цветочек ну не такой крупный то и листочков потребуется но немножко поменьше вот еще один вот сердечко произвольно сердечко чтоб получилось я уже заготовила поэтому эти лепесточки вот у меня их вот тут уже много вот таких вот лепесточков красивых поэтому я только покажу вам сейчас как обработать теперь эти так листочки у меня свечка сильно высокая не входит в кадр так как же быть ну давайте я у меня два всего и поэтому я сейчас обработаю просто зажигалкой а вы я так думаю когда много заготовок заготавливать лепесточки то лучше конечно воспользоваться свечой это я не подумала что у меня она не войдет в кадр и так обрабатывать лепесточки будем ну я бы сказала в три этапа сначала мы должны обработать край чтобы не осыпался со всех сторон затем складываем вот так пополам и нагреваем вот этот край и вот так вот придавливаем вот чтобы вот такая вот складочка получилась вот складочка получилась ведь у меня а а теперь нам нужно придать форму нашему листочку и поэтому теперь мы будем держать над огнем и чтобы только будьте осторожны чтобы ну чтобы не сжечь листочек вот видите он у меня как изогнулся приобрел вот такую вот изогнутую красивую форму вот что мне конечно и нужно было и давайте еще раз значит около пламени но если вы свечой будете обрабатывать то около пламени свечи почему я говорю свечи потому что лепесточков много а зажигалка имеет свойство нагреваться и вы можете обжечься хорошо это если вот как я сейчас всего обрабатывают два лепесточка поэтому я могу воспользоваться зажигалка как видите плохо прогрела край у меня складочка не образовалась вот образовалась складочка и теперь над пламенем свечи причем вот я сейчас зажигалку вожу а когда вы будете над пламенем свечи то просто будете вот так лепесточек водить не держите на одном месте на огне Потому что тогда вы точно сожгёте. А когда вы вот так будете над горячим пламенем водить, и низко не опускайте на свечу, иначе вот тут всё закоптится. А нам этого не нужно. Ну, вот такой красивый лепесточек. И таких, я сказала, лепесточков нужно заготовить штук 15-16. Ну, а теперь приступим. Значит, прежде чем вышивать, нам нужно нарисовать схемку. Я вот изобразила в середине моей будущей рукавички два круга. Один круг внутри поменьше, и дальше круг побольше. Ну, вот внутренний круг, ну, где-то сантиметра, наверное, полтора у меня диаметром. Вы смотрите сами, в зависимости от того, какой цветочек вы хотите получить. Теперь мы берём ленточку в 2,5 сантиметра белого цвета. Заранее, как вот мы делали в других цветах, мы здесь ничего не делаем, никакие закрепки не обрабатываем. Вот нам нужно, чтобы вот этот срез был ровненький. И теперь с помощью зажигалочки мы должны сформировать красивый вот здесь лепесточек. Посмотрите, с краёв начинаем. И вот так вот плавненько вводим зажигалочку. И у нас сформировался вот такой красивый лепесточек. Края у нас загнулись, и он вот такой стал немножечко выгнутый. Теперь, что мы делаем? Мы вводим иголочку с ленточкой сверху в самый центр. И оставляем сверху, ну, где-то 2-2,5 сантиметра лепесточек. Вот у нас один лепесточек уже появился. Теперь, придерживая этот лепесточек, чтобы не утянули, рядышком, вот буквально рядышком, через несколько ниточек, мы выводим снова ленточку наверх. Смотрите, чтобы вот здесь на изнанке не образовывались петли. Вывели. Примерили. Примерили. И теперь, посмотрите, мы отрезаем ленточку, отрезаем ленточку, но чуть выше, примерно на полсантиметра. Потому что, когда мы будем обрабатывать, то листочек станет поменьше, покороче. И теперь, с помощью зажигалки, мы снова формируем лепесточек. Края сначала обжигаем, и потом серединку. Вот. Теперь, вот видите, я поставила, и у меня получилось абсолютно два одинаковых лепесточка. Так, у меня вот здесь выскочила ленточка. Сейчас я ее быстренько вставлю. Далее поступаем так же. Снова обрабатываем край. Формируем красивый лепесточек. Старайтесь ленточку держать вот у голубого пламени, свечи не сверху, иначе закоптится ленточка. И теперь, посмотрите, теперь опять рядышком, вот рядышком, прям вот здесь рядышком, уводим наизнанку. Поэтому, только обязательно следите, что у меня сегодня ленточка меня не слушает, а выскакивает. Следите, чтобы там не попасть в ленточку, иначе вы нарушите вот эти первые лепестки, утянете за собой. Выравниваем, нужную длину устанавливаем. И опять теперь выводим. Вот посмотрите, я вот эти два лепестка, да, я между ними вывела ленточку. И теперь я с обратной стороны, вот рядом-рядом между ними, выведу вот эту ленточку. Еще один лепесточек сделаю. Так, вот, не закрепила, у меня теперь там толсто получается. Вот видите, здесь как получается? Вот такая маленькая точечка. И теперь снова смотрим. Чуть больше, чем те лепесточки, отрезаем. И формируем лепесточек. Обрабатываем края. Далее. И теперь мы будем делать точно такие же лепесточки, но пойдем теперь по кругу. Вот вокруг этих образовавшихся четырех лепесточков мы теперь будем делать лепесточки по кругу, по кругу. И нам нужно вот эту внутреннюю окружность всю-всю плотно-плотно заполнить лепесточками. Вот рядышком-рядышком. Ага, не с той стороны пошла. Сверху вводим, выравниваем. И буквально рядышком-рядышком я вывожу ленточку обратно на правую сторону. И опять я отрезаю ленточку и формирую лепесточек. Еще одно, что хочу обратить внимание. Я вчера на кружке тоже показывала своим рукодельницам, как вышить вот такой пион. И сразу не обратила внимания, что они у меня выправляли все листочки. Не нужно этого делать. Вот как вышла ленточка, любой стороной. Вот здесь, посмотрите, она у меня развернулась в ту сторону. Здесь она в эту сторону. Вот так пусть они и будут. От этого, когда их будет много, вот когда их будет много, вот это именно придаст вот эту красоту, вот этому цветочку. Поэтому на это не нужно обращать внимание. Как вышел лепесток, так он и вышел. Здесь нам важно формировать лепесточек. И вот их рядышком, рядышком, рядышком расположить по всей вот этой окружности, которую мы нарисовали, которую изобразили вот схемой. Вот я увела. И буквально рядышком, рядышком я снова вывожу иголочку с ленточкой. Чуть больше, чем те лепестки, отрезаю. Буквально на 5, может на 3 миллиметра. Немножко в сторону отвожу лепесточек, чтобы вот те лепесточки, ну не достало пламя зажигалочки. И обрабатываю опять края и формирую вот этот лепесточек. Всё, вот он такого же у меня получился размера, такой же высоты. И так нужно заполнить вот эту всю внутреннюю окружность. Действия сейчас будут одни и те же, поэтому я сейчас ставлю на паузу, заполню вот эту всю окружность и вновь вернусь к вам. Ну вот такая срединка, вот такая красота у меня получилась. Я полностью заполнила вот ту окружность, которая у меня была нарисована на моей ткани. Теперь мы должны вокруг разместить те лепестки, которые мы с вами заготовили. Как мы это будем делать? Нам понадобится иголка с большим ушком. Ну и желательно, чтобы она была толстая, чтобы наши лепестки легко проходили на изнанку. Лепестки мы будем располагать вот так, чтобы они вот сюда изгибались. То есть вот этой изнаночной стороной они прижимались к нашей срединке. вставляем уголочек и вот от серединки примерно миллиметров пять отступаем и стараемся вот этот уголочек протащить наизнанку. Придерживаем его и выводим наизнанку этот конечик. А теперь, если надо, подтягиваем либо наизнанку, либо вверх, если вы сильно утянули, чтобы вот так красиво расположился листочек. Далее берем следующий листочек и стараемся, чтобы вот он рядышком, вот здесь рядышком расположился. Ну от этого лепесточка, ну примерно, ну пять-шесть миллиметров отступаем. Ну и естественно пять миллиметров от серединки отступаем. И вводим следующий листочек. И снова мы его подтягиваем. Стараемся, чтобы они были примерно, примерно одинаковые. Но не принципиально, чтобы вот совсем прям одинаковые были. Потому что у цветов не бывает одинаковых листочков. Мы это говорили уже неоднократно. Берем следующий. И так по кругу располагаем все лепесточки, которые мы заготовили. Чтобы наши вот эти лепесточки, которые мы сейчас вставляем, они как бы обнимали вот ту серединку, которую вот уже сделали в середине нашего цветочка. Вон какая красота получается. Берем следующий листочек. Тут, конечно, чтобы вот листочки вот именно так красиво обнимали нашу серединку, и листочки должны быть вот так красиво обработаны, чтобы они тоже загибались вот как бы внутрь. Поэтому тут тоже нужно обратить внимание, когда вы будете с помощью свечи, ну а может кто-то и с помощью зажигалки обрабатывать наши листочки. Это как вам будет удобно. Сразу я не закрепляю вот эти кончики. Я их оставляю на месте. Вот. Они у меня торчат. Почему сразу не закрепляю? Потому что когда я вот по всему кругу пройду, возможно, мне захочется где-то что-то поправить, подтянуть. А если я уже сейчас их припаяю к изнанке, то потом мне это будет сделать невозможно. Ничего будет уже исправить. Поэтому я их сейчас оставляю. И когда я пройду по всему вот кругу, тогда я их уже и закреплю. Так вот сюда поставлю, чтобы удобнее мне брать было. Или даже вот сюда. И так следующий листочек. Поднимаем пальчиком левой руки вот эту серединку нашу, отгибаем ее, чтобы она нам не мешала. И вставляем наши лепесточки. Вставили и сразу поправили его. Вот так. Далее берем следующий. И повторяем то же самое. Отступаем от предыдущего. Ну, где-то миллиметров шесть, наверное. Тут еще зависит от того, какого размера у вас листочки получились. Потому что вот каждая мастерица, рукодельница, вроде делает одни и те же действия, но у одних меньше листочки получаются, вернее, у уже, а у других шире. И поэтому тут в зависимости от того, какие листочки у вас получились. Итак, вот я сейчас расположила мои листочки вот прямо по всему кругу. Вот. Я теперь смотрю. Ну, вот они у меня в принципе-то хорошо легли. И теперь мне нужно их закрепить с изнанки. Здесь как закреплять. Вот посмотрите, если вы хотите, чтобы ваши листочки прижимались вот так к ткани, значит, их нужно припаивать к середине цветочка. Вот к середине. Но нам надо сейчас, чтобы наши лепесточки как бы обнимали серединку. Поэтому я буду их припаивать вот от середины. вот отворачивать как бы их от середины. и так поступлю со всеми. Вот. Они как бы отворачиваются. Вот если ленточка как вот здесь вот у меня сейчас размахрилась на изнанке, вот эти вот эти кончики, то обязательно нужно подпалить, чтобы они в дальнейшем не махрились и припаялись хорошо. все. Ну, вот этого, вот этих лепест... одного ряда лепесточков я считаю, что ну, маловато. Поэтому я сейчас добавлю еще один ряд лепесточков, но уже я их буду располагать как бы в шахматном порядке. то есть я теперь вот между вот этими двумя вот между отступлю тоже сантиметров миллиметров пять и ставлю между ними листочек и также его выправлю. Следующий... между следующими двумя. А когда по всей окружности вы вот распределите вот эти цветочки, листочки, то потом еще нужно будет посмотреть. Иногда бывает такое, что вот прям просится на это место еще добавить листочек. Значит нужно просто взять и добавить. Такие какие-то как пустоты вроде образуются. Поэтому их надо закрывать тоже дополнительными листочками. Ну вот пока я иду по кругу. Пока ничего вроде не надо. между следующими двумя приподнимаем их и также отступаем миллиметров пять-шесть от предыдущих и выше, чуть выше вставляем еще листочек. И так нужно по всему кругу сделать. То есть действия пойдут опять те же самые. Я снова ставлю на паузу, после паузы вернусь вам. Ну вот такая вот красота, такой красивый цветочек у меня получился. И вот здесь я уже начала вышивать бутончик и несколько листочков вышила. И конечно же хочу показать вам как сделать бутончик. Если вы обратите внимание, то он у меня такой объемный и имеет такую более круглую форму. Как этого добиться? Можно конечно сделать французский узелок в 2-3 на вива из широкой ленты из ленты 2,5 сантиметра. Но у меня вот например есть вот такие помпончики. вот такие помпончики. Они продаются в магазинах. Они бывают разного цвета. Но у меня белого к сожалению нету только розовый. Но я его буду использовать. Дело в том что во-первых он закроется ленточкой его видно не будет. Ну а во-вторых я все равно буду ленточку тонировать. И он действительно не будет виден. Ну и второй бутончик я хочу расположить ну вот где-то примерно здесь. Значит я беру обыкновенную иголочку с ниточкой с простой с швейной и просто пришиваю его к ткани несколькими стежками. Сильно много тоже не надо потому что он будет закрыт ленточками и он никуда не денется. А объем он нам даст хороший. Вот я его закрепила еще с этой стороны вот так подошью захвачу его закреплю ниточку и он никуда у меня уже не денется. Так ниточку я обрежу. и теперь как вы уже наверное догадались нам нужно его закрыть ленточкой. Я беру ленточку в два с половиной сантиметра или в 25 миллиметров как мы еще говорим. Делаю на конце закрепку у меня ленточка не проскочила и закрываю. Сначала нужно определиться в какую сторону будет смотреть наш бутончик. Но я хочу его в ту сторону направить. Значит я вот с этой стороны введу ленточку это у меня будет как центр бутончика здесь расправлю ленточку и уведу вот чуть-чуть подальше бутончика сверху помпончика вернее сказать. вот я прикрыла да теперь мне нужно закрыть одну сторону и я буду аккуратненько подтягивать то одну сторону ленточки то другую чтобы у меня хорошо закрылся мой помпончик вот один стежочек я сделала теперь я снова вывожу рядышком вот где и выводила ленточку и теперь я закрываю другой бочок то я справа закрыла а теперь мне нужно уложить ленточку и закрыть слева вот с этой стороны и увожу иголочку вот рядом с первым стежочком сверху и точно так же формирую вот этот стежочек я подтягиваю то один край то другой край ленточки вот так он у меня уложился ну и мне еще хочется еще один стежочек сделать как-то маленько не так как я хотела он уложился и поэтому я еще в центре сейчас уложу сделаю такой центральный еще стежочек чтобы накрыть те два предыдущих вот так и здесь вот сверху опять увожу иголочку если плохо проходит иголочка или ленточка ну не забудьте подкручивать и так же то один край сделаю пальчиками помогаю формирую ну вот как-то так получилось все равно мне маленечко не нравится так иголочкой я обратной стороной подправлю так пожалуй я еще один стежок вот с этой стороны сделаю я вот здесь внизу далеко ввела ленточку поэтому здесь мне хочется немножко выровнять и я еще раз вот здесь прошью еще раз сделаю вот такой стежочек еще один добавлю тут у меня как раз и объем у моего бутончика добавится и выровняется нижняя часть вот вот теперь мне нравится теперь как раз то что нужно он и такой крупненький у меня получился объемный как раз то что я и хотела ленточка это больше нам не нужна мы ее подпаливаем и припаиваем к тем ленточкам и теперь нам нужно вышить чашелистики а для этого нам потребуется ленточка зеленая в 6 миллиметров я теперь вот здесь у основания бутончика вывожу иголочку с ленточкой и укладываю сначала с одной стороны ее по краю как бы вот эта ленточка зелененькая она как бы обнимает мой бутончик то есть вот эта часть чашелистика она обнимает бутончик так и то же самое я сделаю с другой стороны то есть с левой стороны точно так же он вот здесь будет вот как бы обнимать мой цветочек мой бутончик не раскрывшийся так и в центре я еще сделаю стежочек и вот так посредине можно посредине можно наискосок немножко уложить то есть как вам понравится когда прикладываете ленточку и смотрите как вот это будет выглядеть вот либо по центру либо как-то в бок сместить нет наверное лучше всего по центру и теперь можно как в ленточку ввести а можно и простой стежок сделать и тут опять же можно проколоть и увести наизнанку прям можно вот так через стежки сюда увести но я все же проколю насквозь уведу ленточку наизнанку здесь только нужно быть аккуратно чтобы не стянуть наш бутончик вот чтобы объем остался прежний ну вот как раз у меня то и получилось что я хотела то есть объем остался такой какой и был и чашелистик лег на место ну и здесь чашелистики еще могут и вниз как-то опускаться раскрываться вот вот я здесь изображу слегка разверну ленточку точно так же делаем еще чашелистик и с другой стороны вот здесь он как бы вниз и вбок пошел а этот я вот тоже так маленько перекручу и немножко кверху его направлю вот так вот какая красота получает ну и теперь не в воздухе же наш бутончик висит мы ему должны вышить стебелек и направить его к нашему цветочку основному большому красивому в середине вывожу я ленточку там она у вас может попасть в другие ленточки поэтому будьте осторожны так вот у меня тут опять петля образовалась ну потом я ее уберу ну вот даже вот так пусть он у меня изогнется стебелечек мой вот так красиво а чтобы он так же сохранился я потом его прикреплю ниточкой дополнительной ну и эта ленточка больше нам не нужна мы ее отрезаем и теперь нам нужно вокруг цветочка вышить зелень с зеленью всегда работа смотрится ну симпатичнее и зелень смотрите сами можно вышивать как ленточными стежками так и прямыми стежками либо ленточные стежки какие-то боковые ну вот здесь вот два листочка вот я уже вышила здесь ленточный прямой стежок здесь вообще просто прямой стежок но вот у меня так ленточка перекрутилась интересно и вот мне это очень даже нравится и смотрим из-под цветочка выводим ленточку когда от цветочка выводите можно использовать конечно ленточные стежки ну а чтобы было меньше протяжек то можно рядом еще использовать простые прямые стежочки вот смотрите я этот вышила да мне хочется вот здесь еще один листочек но если я буду снова от средины будет сильно длинная протяжка и поэтому я вот буквально вот так в сторону отступлю уже протяжка намного меньше будет подтяну ленточку расправлю ее и вот сюда рядышком с этим листочком я поведу ленточку здесь вы можете использовать ленточки разных оттенков вот я сейчас светлую только использовала вот сюда еще можно добавить здесь тоже смотрите сами вот какой стежочек здесь вам выше либо ленточный либо прямой но вот тут мало расстояния между листочками а мне хочется сюда темный поэтому я все же сделаю здесь прямой стежок простой вот выведу ленточку и уведу вот туда между этими ленточками чтобы чтобы у меня ушел стежок ушла ленточка как будто вот этот листочек у меня выходит вот между этими двумя вот так у меня получится вот как красиво получилось мне это нравится теперь вот здесь можно можно сразу чтобы в работе были две ленточки светлая темная и сразу смотрите где какую ленточку вам уложить ну вот так вот она вот тут вот так загибается я наверное пожалуй ее не в центр а чуть-чуть сдвину чуть-чуть сдвину в левую сторону так вот такой интересный листочек получился ну а рядышком вот с этой стороны можно и и светленький листочек добавить то есть смотрите сами лишь бы вам нравилось лишь бы красиво было как вы расположите листочки вокруг вашего цветочка после записи я эту сторону доделаю сейчас мне еще хочется показать вам немножечко тонировку сколько это у меня будет прихватка есть вероятность что она будет стираться подвергаться стирке поэтому поэтому я сегодня буду использовать красочки вот такие у меня по ткани я сейчас в палитре разведу так две разведу красочки я сейчас хочу использовать желтую в серединку добавить вот я сейчас желтой вот здесь наведу краски нужно обязательно разводить водой многие мастерицы рекомендуют если вы весь цветок будете покрывать то конечно нужно цветок сначала смочить чистой водичкой то есть взять кисточку пообъемнее и смочить чистой водичкой я же не хочу весь цветок а у меня будут только кончики затонированные поэтому поэтому я сам цветок смачивать не буду а у меня краска довольно жидкая будет вот она хорошо разведена водичкой и вот я посмотрю что получится то есть я когда занимаюсь тонировкой я постоянно что-то экспериментирую мне это очень нравится смотреть а что же из этого получится и каждый раз конечно получаются совсем совсем новые цветочки и так краски я развела у меня получилась желтая краска и вот такая розовая краска сейчас я вам покажу какие краски у меня получились так вот вот у меня получилась желтая и вот такая розовая я еще не до конца ее размешала здесь я соединила белую и красную красочки и вот такой у меня цвет необычно получился так что я теперь хочу делать я хочу чтобы из середины цветочка все же проглядывал немножко желтый цвет поэтому я на кисточку сейчас возьму желтой краски и вот вот нам внутри немножечко буду вот так разъединять лепесточки и немножко буду смачивать желтой краской вот так саму серединку много мне не надо вот немножко чтобы все же там проглядывалось что-то так ну я думаю достаточно желтого промою кисточку просушу ее хорошо тряпочкой и вот теперь я буду розовой красочкой вот просто по краям от этого мои вот эти цветочки они станут такие более упругие они постоянно будут держать форму вот светлую я краску навела надо было немножечко поярче то есть при тонировке вот даже достаточно только края и когда мы прикасаемся кисточкой вот к нашим лепесточкам то краска вот сама разбегается в разных направлениях то есть порой даже не надо что-то специально там рисовать она сама ложится так как ей хочется и от этого вот цветок становится вот он какой-то такой необычный какая-то вот такая красота в нем подчеркивается вот так ой какая красота получается мне прямо нравится этот цветочек вот вот если вам хочется где-то ну поярче вот я на первый раз покрыла и вы видели что ну светло сильно да то чуть-чуть когда красочка возьмется можно второй раз вот пройти и тогда уже она становится более такая выразительная вот смотрите и желтесна из середины проглядывает и края вот такие розовые и беленькая и вот сочетание вот этих трех цветов мне очень нравится не знаю как вам а мне нравится красота красота то есть вот с тонированием как говорит Татьяна Уланова я часто к ее словам возвращаюсь не надо ничего бояться нужно экспериментировать и она говорит это ж так весело когда вот что-то рисуешь и действительно настроение это какое-то такое веселое и хочется еще что-то добавить вот такой вот нежно нежно такой розовый у меня получился пиончик вот такой такая красота ну и конечно нужно наверное на бутончики добавить немножечко так это полностью я их не буду а вот так чуть-чуть кисточкой я их задену что они тоже вот такие вот будут вроде как розовенькие ну вот такая необычная красота у меня получилась ну вот это все что я сегодня вам хотела показать то есть я сегодня продолжала делать заготовки для моей прихватки одну я накануне сделала и вот сегодня я делала вместе с вами и мне теперь останется только собрать мои какая красота получилась красота да и только ага вот тут еще надо листочки остались без внимания если дорогие мои рукодельницы вам понравился мой мастер-класс не забудьте нажать на пальчик кверху и поделиться со своими друзьями оставляйте свои комментарии а я желаю вам творческих успехов и до новых встреч на моем канале